Вот, запись пошла. Еще раз всем добрый вечер. И тем, кто потом присоединится и посмотрит записи, тоже всем большой привет. Сегодня решила провести для вас планерку, и надеюсь, мы сделаем их уже на постоянной основе. И поговорим сегодня про планирование каталога, потому что произвела некую ревизию, некий анализ, и поняла, что, в принципе, не все так плохо, как кажется на первый взгляд, и просто если немножко поработать, то все сдвинется с мертвой точки. Но вначале хочу вас, конечно же, поздравить с началом десятого каталога, и хочу сказать, что девятый каталог тоже был показательным в плане роста, развития нашего с вами, в плане достижений, и он показал, что потенциал огромный. И вообще я вот провела, да, с начала года, провела анализ от начала года до теперешнего каталога, до десятого, и поняла, что у нас с вами действительно огромный потенциал. И об этом я говорю каждый каталог, каждый раз говорю, что потенциал у каждого огромный, но мне никто не верит. И чтобы не быть голосновным, объясню, почему. Потому что откройте свои отчеты за зиму, например, и сейчас, и вы увидите, что объемы, они практически не пошатнулись. Ну да, есть там некоторые спады, перепады, есть там у кого-то там, ну, да, разбег плюс-минус 200 баллов в общей сложности, но в плане того, что кто-то был директором и упал на ноль, такого нет. Нету таких прям перепадов и не сломал нас в этом плане ни коронавирус, ни лето, ни еще какие-то другие такие, скажем так, независящие от нас причины, они нас не сломали. Возможно, где-то что-то из-за того, что мы не доработали. Так вот, смотрите, устанавливаем здесь сразу причины-следственную связь. Объемы, как были у вас зимой, так и не сейчас и летом, а следовательно, летом рост есть. Правильно? Значит, что мы делаем дальше? Значит, что мы либо откладываем что-то на потом, ну, почему нет роста дальнейшего, да, либо откладываем что-то на потом, либо на что-то надеемся, либо там, не знаю, на судьбу, либо на волю Божию, либо там еще на что-то другое полагаемся, но только не на себя, да, ищем какие-то отговорки. И поэтому роста-то как такового и нет. Поэтому сегодня я предлагаю вам проанализировать все ваши действия, скорректировать их. Так, девочки, пропало, телефон зазвонил. Слышно, видно? Ну, я думаю, что да. Так вот, еще раз предлагаю, да, после вот нашего с вами, после нашей с вами сегодня планерки, проанализировать все наши действия, прийти к какому-то, прийти к какой-то корректировке этих действий, да, найти вот в себе, внутри себя вот какое-то понимание, какое-то восприятие той действительности, в которой вы сейчас находитесь, и что с ней делать дальше. Первое, что вам хочу сказать, и всегда об этом говорю, это что нужно перестать уже как-то жалеть себя, нужно перестать откладывать все на потом и надеяться на какой-то авось. На самом деле авось не произойдет никогда, и манна небесная с неба на голову вам тоже не упадет. Конечно, если так произойдет, я буду безумно рада, но практика показывает, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Поэтому нужно работать, нужно перестать лениться, нужно перестать как-то ныть, оправдывать свое бездействие, возлагать ответственность на других, нужно начать, конечно же, все себя. И тогда непременно будет рост и будут победы. А победы будут только тогда, когда вы сами захотите победить, и тогда, когда вы начнете хоть что-нибудь делать для вот этих дальнейших побед. И предлагаю, опять же, начать вот прямо сейчас, и начнем планировать работу каталога с личного объема. Смотрите, какая ситуация. Я первое, на что акцентирую внимание, что личный объем, конечно же, желательно закрывать в первую неделю каталога. Потому что, как показывает практика, когда мы закрываемся в последние часы, это вообще не только личного объема касается, но и вообще закрытия. Когда мы закрываемся в последние часы, может случиться что-то вот прям от нас независищее, скажем так. Вот девятый каталог был очень показательный, потому что не работала система ERIP в Беларусьбанке. У нас в Беларуси, например, это единственный, скажем так, общедоступный банк, и практически все им пользуются. Но вот не было и нельзя было провести этот платеж. Поэтому не откладывайте никогда на потом, на последнюю минуту. Лучше, идеально, если вы будете закрывать свой личный объем в первую неделю каталога, ну, максимум во вторую. В третью неделю вы полностью должны будете посетить себя другим действием, чтобы был дальнейший рост. Вот, поэтому... И, знаете, так, не то, что мы зацикливаемся, вот мне надо закрыть личный объем, и кроме того, что мне надо закрыть личный объем, мы ничего не делаем. Ну, как бы только у нас в смысле личный объем, личный объем, но, во-первых, личный объем, чтобы он пришел, надо как-то тоже шевелиться. И плюс я услышала, кто-то говорил, не помню кто, вот я закрываю целую неделю, не знал, что делать, как делать личные баллы, и сказал, что вы же не 24 часа в сутки делаете этот личный объем, правильно? Можно же найти время и на другие действия. Что, кстати, личного объема? Поскольку вы лидеры, вы должны все, можно сказать, беспрекословно делать 50 баллов. Потому что, вот именно потому, что вы лидеры, вы ведете бизнес, вас будут дублицировать, вас будут брать в пример. Если вы этого не будете делать, даже 50 баллов, то никто из вашего окружения, из ваших также лидеров, даже каких-то консультантов, продававших и так далее, тоже этого делать не будет. Поэтому 50 баллов – это прямо какой-то наш должны быть проплачены в каталог. И стремиться мы должны к ВИПу. Многие начали говорить нам, да, вот в связи с пылесосом, что это, ну, слушайте, ну, мы же не только ради пылесоса, да, что он там не пришел еще нам, делали ВИП 100 баллов. Во-первых, 100 баллов – это круто. Вот я, например, делаю 100 баллов, потому что я могу взять, во-первых, новинки следующего каталога. Вот посмотрите, как было, например, с очками детскими, да, вот в прошлом, по-моему, каталоге. Вот в первый день каталога их практически разобрали, чем нет. Вот кепки я не успела ухватить, я даже их по ВИПу не успела детские ухватить, кепки. А что же говорить про каталог, их до сих пор нет. Поэтому это очень удобно, новинки брать в первый момент. Второй – там есть скидки 50% на, ой, 70% на два любых продукта. Я беру, например, там Wellness. Беру наши коктейли, супчики, чай и скоро будут тоже. И слушайте, ну, конечно, это большая экономия, что заплатить за, даже для личного, да, бюджета, что заплатить за Wellness, там, по каталогу, допустим, сколько у нас, наверное, рублей, там, 50-55, да, идет коктейль. А что взять 80% на скидку и заплатить, там, 23, там, или 25 рублей. Ну, то есть, мне кажется, разница здесь довольно-таки ощутима. И когда мы планируем личный объем, то обязательно нужно приплюсовывать плюс 1, пока вы не дошли до 100. А когда дошли до 100, то вы тоже можете приплюсовывать плюс 1, чтобы был дальнейший рост и развитие, скажем так, чтобы не зацикливаться на вот этой вот стабильности, стабильности. Так вот, 50 баллов, значит, делайте 50 баллов, смотрите по объему на прошлый каталог, значит, в этом должен быть плюс 1. Значит, должен быть обязательно 51 и не меньше. Ну, вот запланируйте себе, да, какой-то, пускай маленький, пускай один балл, но каждый каталог прироста личного объема. И когда вы полюбите делать личный объем, когда это вам будет не в напряг, блин, мне опять надо там позвонить Маше, каталог ей предложить. Когда вот это будет не в напряг, а действительно, если вы любите нашу продукцию, если она вам нравится, если вы понимаете, что это стоящий продукт, а я, например, понимаю, что это стоящий продукт, ну, мне не стыдно предложить наш продукт, вот действительно, для дома. Да, я согласна, может, моменты какого-то декоративного ухода, например, там, ухода за кожей лица, у каждого там свой тип кожи, свои какие-то там надобности, необходимости. Ну, элементарные, например, средства для дома, я просто рассказываю о них на каждом шагу. Там всякие штучки для ухода за волос, мне безумно нравятся наши вещи, безфосфатные, да. Ну, то есть, как бы, эти вещи у меня заказывают. Тушь, у меня постоянно тушь заказывают, потому что я про нее всем говорю, какая она классная. И, понимаете, вот потом дальше это будет, когда вы полюбите это дело, она будет нарабатываться, нарабатываться, нарабатываться и сама приходить. Иногда кажется, блин, все, уже не знаю, что делать, где этот заказ, взять руки, опускается, блин, личный объем нас закроет, и тут бас, вдруг откуда ни возьмись, один что-то закажет, второй что-то вспомнит, закажет, и вот так получается. Главное, вот действительно не пускать руки, и все, мне это задолбало, ничего не хочу, ничего не буду. Ну, вот, когда вы будете думать и притягивать себе позитивные мысли, все только лучшее, то только лучшее будет и у вас. Дальше, что касаемо, надеюсь, личным объемом понятно. У кого без звука и видео, может, попробуйте обновить тогда? Не знаю, у меня вроде все нормально. Девочки, еще раз. Видно, слышно? Думаю, что видно и слышно. Думаю, что с личным объемом понятно, поэтому идем дальше планировать свой рост по маркетинг-плану. Чтобы его спланировать, нужно начать с отправной точки. Нужно взять маркетинг-план, вот взять лестницу успеха и найти точку А, то есть то место, где вы находитесь прямо вот здесь и сейчас. И потом посмотреть, куда вы хотите попасть, ну, скажем так, в краткосрочном периоде, да. Ну, например, ну и за какое время туда, да, естественно, хотите попасть, что это будет за период. Ну, например, вы хотите, вы находитесь, ну, например, вы находитесь на 600 баллов сейчас, да, на 9%. Ваша ближайшая цель, вы понимаете ваш темп, да, в котором вы можете идти работать. Вы понимаете, что в ближайшее время, допустим, через два каталога вы с вашим темпом работы можете открыть 12%, то есть следующую ступенечку, да. Соответственно, 600 баллов и 1000 баллов прирост за два каталога нужно сделать 400 баллов. Вообще, в идеале, лучше потом эти 400 баллов, конечно же, разделить на 50%, да, то есть 50% значит в текущем каталоге, 50% в следующем, и того будет прирост общий 400 баллов вот уже по итогу какой-то там 11 каталога, да. Смотрите, что такое 200 баллов? Ну, то есть, получается, 400 баллов надо сделать общий прирост, значит, в каталог делим на 2 по 200 баллов. Значит, 200 баллов – это сколько? Это 20 новичков с первым шагом стартовой программы. А может, и того меньше, смотря какая продукция будет у новичка, да. Но смотрите, 20 новичков – это же не обязательно, что сделаете лично вы, приведете. Это круто будет, очень классно прям. Действительно, если сделаете лично вы, если приведете своих новичков. Но также нужно еще и работать с глубиной, чтобы ваша глубина вас дублицировала и точно так же начинала регистрировать. То есть, соответственно, если вы понимаете, что у вас уже есть лидеры, которые начали работать, которые понимают суть до дела и будут работать, то, соответственно, вы опять же можете делегировать, что сказать, вот, например, Катя, вот у тебя сегодня должно быть в каталог, допустим, там 5 новичков. Таня, у тебя там должно быть тоже 5 новичков. В итоге 10 приводите вы, и по 5 приводит там еще ваша глубина. Если, например, случилось так, что... Привет всем, кто присоединяется. Если, например, случилось так, что вы еще новичок, да, ну, то есть, как бы, лидеров в глубине еще нету, то я... ну, либо они есть, но только еще начинающие, да, еще только начинают вникать в суд до дела, естественно, пока все закрутится, завертится, да, пока паровозник затронется и запыхтит, пройдет какое-то время, а растевом все равно нужно. Тогда я предлагаю вам делать так. Опять же, личный объем, да, вы смотрите, чтобы обязательно в каждом каталоге был прирост, хотя бы плюс 1 балл, плюс прирост балловый групповой, да. То есть, например, ну, допустим, у вас вот 300 баллов, значит, допустим, с вашим темпом работы, с ритмом жизни там и так далее и тому подобные обстоятельства, вы понимаете, что, в принципе, в каталог прирост 50 баллов вы делать можете. То есть, значит, в этом каталоге вам надо будет, чтобы закрылось не меньше 350. Следовательно, 300-350, нужно 50 баллов на работу, а это всего лишь 5 новичков с первым шагом. Но я думаю, 5 новичков – это абсолютно реально и спокойно их можно найти. Даже силой мысли их притянуть, как случилось у меня, пока я делала тут наброски, да, план, как проводить вебинар, думала про новичков и думала, блин, в прошлом каталоге было же 3 новичка, надо же в этом теперь дальше для постельного белья их где-то искать. Вот. И тут, бац, пишет мне девочка, которую я тоже приглашала, которая была зарегистрирована, но не оформляла заказ. И ее вот номер недавно удалили. И она написала, что, типа, привет, мама там купила стиральный порошок, а у кого-то, в общем, безумно понравилось, хочу вырегистрироваться и делать покупки сама. Вот вам и так. Вот это дозвать силой мысли материальной. Вот. Поэтому 5 новичков, и вам будет прирост. Вот таким образом планируется свой прирост, да. Не надо сразу установить этот свой… Все мы отдаем себе отчет, что если ты там на 300, то в следующем каталоге, даже через два каталога, ты, ну, вероятнее всего, директором и станешь, да. Нужно смотреть реальность в глаза, не бояться ее, анализировать, расставлять приоритеты и действовать. Смотрите, опять же, не устану вам говорить о том, что у каждого есть свой темп работы, каждый его, естественно, выбирает сам. И знаете что? Честно говоря, никто вам не должен, и вы абсолютно никому не должны. Если вас устраивает то положение, в котором вы сейчас находитесь, значит, вам ничего не надо делать, сидите на попе ровно. Ну, извините, но как есть. Но если вы понимаете, что хоть чуть-чуть, хоть одна мысль какая-то просказывает, что нет, я хочу вот расти, я должна, ну, должно что-то поменяться в моей жизни, я должна чего-то достичь, добиться, доказать самой себе в первую очередь, тогда нужно действовать, не откладывать на потом маленькими шажочками. Вот недавно Наташа писала пост там про дом, про мужа, говорит, действительно, нужно постоянно, хотя бы на один миллиметрик, но приближаться к своей цели. Нужно хоть что-то делать, а не сидеть, сложа руки. Надеюсь, с этим планированием понятно. И еще работа с имеющейся структурой, да. То есть если вы не новичок, то у вас, естественно, уже есть структура своя, она работанная, и с ней обязательно тоже нужно идти работу. Так вот, в первую неделю каталога, в текущую, вы общаетесь, сбрасываете каталог, узнаете там, как дела, начинаете, заводите разговор, хотя бы изначально ни о чем, а потом обязательно сбрасываете каталог, там рассказываете про то, сколько там новинок, сколько сейчас, какой у нас сейчас распродажный очень каталог. Вот все вы знаете, что начало июля это очень распродажные каталоги идут. Вот, рассказываете, сбрасываете и как бы мотивируете их на покупку. Тех новичков, которые вот в прошлом каталоге не делали заказа. То есть открываете отчеты, текущие показатели, и там сколько каталогов не делал заказ человек, если стоит двоечка от двоечки и там дальше пошло, значит, всем этим людям вы можете спокойно, не боясь того, что они скажут, что мы так заказываем, зачем ты нам пишешь, да. Вот, можно спокойно сбрасывать, вы будете точно уверены, что эти люди не делали заказик, и им обязательно, значит, у них нету текущего каталога, им обязательно его нужно полистать. Во вторую неделю мы обязательно работаем с желтенькими, они у нас появляются на второй неделе, да, во вторник, и с удаленными консультантами, то есть красненькие. Смотрите, консультанты, которые сейчас у вас горят уже красными, но они еще не удалены. Если вы начнете их регистрировать сейчас, то у вас регистрацию не пропустят. Удаляют консультантов в четверг, в пятницу на первой неделе. Ну, то есть целесообразнее уже точно написать им, допустим, в понедельник следующий, что номера удалили, такие классные подарки, предлагаю еще раз оформить вам дисконт. Вот, ну и в третью неделю мы, естественно, берем всех в руки кучу и не боимся и начинаем их прозванивать. Девочки, убеждаюсь уже в который раз, что большинство людей, которые нам, например, не отвечают, да, в интернете, когда мы им что-то пишешь, ну вот половина из них так точно, это те люди, которые где-то в спешке открыли сообщение, не прочитали, отложили на потом и потом забыли. И может быть, они бы и полистали с удовольствием каталог, и может быть, они бы что-то и заказали, обязательно бы заказали, полистав такой каталог. Но они вот просто реально вот в суматохе дел, да, то есть это обычные дисконтные покупатели, которые делают покупки для себя, они просто вот в суматохе своих дел, своего ритма жизни, там, да, дом, работа, работа, дом, плюс еще погода теплая, куда-то сходить, видите, они просто заматываются и забывают. И вот это действительно так, что люди, ну, не то, что не хотят с нами общаться и отвечать, они просто вот, ну, забыли. Поэтому в третью неделю каталога спокойно можно, не боясь позвонить им, спросить, как дела, что они там делают, что себя думают, полистали каталог, не полистали. И даже если вас кто-нибудь куда-нибудь пошлет, если такое будет, ну, все-таки разные люди бывают, чувствуйте себя важным посланником и идите работать дальше, дальше звоните, ничего не бойтесь. И еще один момент, на котором хочу заострить внимание. Если случается так, что вроде как и хочется роста, да, вот вы понимаете, что хочется роста, но колется там что-то, вот колется так не дает нам что-то начать работать, найдите для себя мотивацию. Я, конечно, приверженник того, что никто вам не сможет дать мотивацию, кроме вас самих. Ну, например, меня, ну, как бы, по факту, ничего не мотивирует, кроме того, что на что себя я мотивирую. То есть как бы ни наставник меня не сможет смотивировать, там, даже ни подарком каким-то, ни, там, каким-то денежным вознаграждением, ничем, пока я не найду в себе то, что будет меня мотивировать. Как найти то, что будет вас мотивировать? Первое, это какая-то конкуренция, какой-то соревновательный дух, и я думаю, что, возможно, стройка у нас, возможно, мы с директорами подумаем здесь, на чем поработать в этом плане. И второй момент – это… давай через три минутки, хорошо? И второй момент – это ваши желания. Вам обязательно нужно написать список желаний, минимум из десяти, и поверьте, это даже очень-таки сложно. Вы напишите три пятик, и вам будет казаться, что уже все, вы все написали, все сделали, и больше вам ничего не надо. Но копайтесь, копайтесь себе. Помните, я вам рассказывала, как это делать. Копайтесь, копайтесь себе. Хотя бы список из десяти желаний написали, и вот вам появится мотивация. Но, опять же, это должны быть желания именно такого материального характера. То есть как бы, ну, я хочу, чтобы там все в моей семье были здоровы. Да это понятное дело. А что ты вот хочешь такое материальное получить? То есть может, ты хочешь заработать денег, поехать отдыхать, может, машину поменять или купить новую, да? Даже про здоровье, понимаете? Мы живем в материальном веке, в 21 веке. Это действительно век материальный. Деньги делают сейчас не все, но очень-очень много. И в плане здоровья тоже здоровье за деньги можно купить. Ну, не на 100%, но на 80% здоровье тоже можно сейчас себе купить. Вот, поэтому подумайте над своими вот этими материальными конечными желаниями и замотивируйтесь ими. Семья, дети, что угодно, подумайте, чтобы вы для них, возможно, хотели сделать, если уж себя так не любите. И еще один важный момент, на чем я хочу сакцентировать ваше внимание, это то, что все рамки у вас в голове. И пока вы их не раздвинете, не сдвинете с места даже хотя бы чуть-чуть, не расширите, не почистите свое сознание и даже, возможно, каким-то образом подсознание, не выбросьте все вам ненужные мысли, то процесс роста, он будет медленнее, не будет таким гармоничным, как хотелось бы, чтобы оно было на самом деле. Поэтому начинаем все вот отсюда, с головы. Ну все, девочки, есть какие-то вопросы? Как будете писать? Я вам хочу дать домашнее задание. Хочу, чтобы вы не боялись, не стеснялись писать в чате вашу отправную точку А, точку Б, к которой вы хотите прийти к новому каталогу, да, то есть какой-то прирост у вас должен быть, личный прирост какой, плюс сколько, да, пускай даже плюс один балл, это все равно круто, здорово, это прирост. Это будет круто, если вы даже так напишите, не постесняйтесь, не побоитесь. Это уже шаг к победе, скажем так. Так, и плюс, если дальше какой прирост групповой, то есть баллы у вас тоже, должен быть сколько новичков вы планируете привезти, все вот это вот, пишите, и будет здорово, если мы начнем сбрасывать каждый день в чат отчет о проделанной работе. И я вас об этом очень-очень попрошу, начать сбрасывать отчет о проделанной работе. Но сегодня сбрасываем именно вот точку А и точку Б. Все, девочки, раз вопросов нет, тогда прощаюсь с вами и жду вашего домашнего задания. Хорошего вам каталога и действительно уже роста и прироста. Спасибо.